эй кожаный мешок чуть-чуть фабрики не желаешь приятного аппетита товарищи инженеры у нас печенье лампуся у вас перерыв на обед и мы продолжаем строительство нашей макароны фабрики меня зовут федор вы на канале фидисплей это игра факторио с модом красторио предыдущей серии я начал переделывать цех по производству исследовательских данных всяких разных и типов красных зеленых серых синих и желтых вот сейчас нужно цех будет закончить чтобы закончить мне нужно во первых настроить будет запросы вот сюда вот это все перекинуть чтобы поезда начали все это подвозить во вторых распределить ресурсы из этих бачков по нашему пяти вот этим исследовательским компьютером квантовый компьютер здесь если посмотреть данные везде одинаково потребляется оператива процессоры стая карта памяти и банка определенного типа то есть оператива процессор и пустая карта памяти она везде есть то есть их можно как-то равномерно нам тут распределять вот а по банкам нужно будет отдельно каждый тип банки на отдельно каждый тип вот этого квантового компьютера направить таким образом я хочу сделать этот посидел подумал сделаю сортировку через сундуки я думаю это будет нормальным адекватным решением потому что станции вот эти все они параллельно должны две станции должны параллельно заказывать одинаковый тип ресурсов определенном количестве но прежде чем это делать я бы наверное все таки активировал сначала станцию вот эту для того чтобы сюда мне привезли фильтра что фильтрам не пригодятся чтобы сразу здесь все это фильтровать честь и естественно тут ничего пока работать не будет на этих фильтрах вот но давайте начнем наверное в начале с запроса такс начнем с запроса здесь у нас станция будет запрашивать это нужно убрать не знаю в каком количестве здесь не запрашивать все это дело от всего много нужно всех ресурсов вот здесь мне потребуется в начале можно просто обозначить станцию нас выключена потребуется мне оперативная память так дальше интегральная схема и чё там нам еще нужно было насколько памяти нет и пустая карта памяти и пустая карта памяти вот дальше здесь мне потребуется все типы банок красная зеленая серая синяя фиолетовая и желтая я пока что цифры не выставляю нужно просто сейчас прикинуть в каком количестве их заказывать учитывая то что оперативной памяти нужно два раза больше чем процессоров и пустых карт памяти вот и при этом этого всего нужно пять раз больше чем банок то уровне запросов можно сделать было бы разные но я не хочу возиться с разным значением данных вот поэтому сделаю наверно следующим образом я не помню сколько занимает ну сколько в стак влезает этих 200 этих 200 банок а ну все по 200 все влезает по 200 это в принципе даже good и еще следующий момент прежде чем я буду делать запрос я бы наверное вот это все направил бы сюда чтобы она здесь уже находилась поэтому для начала сделаем следующее и чем делать запрос я сделала так и перенаправим все ресурсы в наш баг и сюда но тут несколько минут уйдет на то чтобы их отсюда перегнать здесь все те ресурсы как раз которые мне нужны в запросе будет вот единственное она здесь я надеюсь эта станция сейчас не включится как станция снабжения можно в целом одна я пока ничего указывать не буду и станция снабжения у нас будет вот это но у нас выключена я провод пришел сейчас и веру вот и в эту станцию я направлю готовые уже данные готовы данные пойдут у меня сюда сюда и но здесь ничего сложного нет потом все равно то все равномерно примерно должно распределиться ну по крайней мере как я-то вижу я художники я так вижу да называется теперь будем делать запросы всего в этот бак влезает сколько нас в этот бак чем влезать размер хранилища 750 750 может на 200 это получится 150 тысяч то есть 150 тысяч разных ресурсов я могу здесь разместить поэтому главное чтобы здесь сумма вот этих всех ресов не было более чем 150 тысяч у который будет тут хранится если рам заказать если все заказать по 24 это будет 24 умножить на 9 сколько у нас получится 240 то есть уже будет перегруз по 24000 заказывать их не могу я могу заказать 24000 оперативки и по 12000 вот этих ресурсов дать и по 12 дадут мне 90 тысяч плюс 24 тысячи это будет сто десять чуть побольше ночь можно заказать 24 хотя не 24 12 это будет наверное адекватно в таком случае в таком случае запрос нужно поменять на 6000 чувствую будет не хватать здесь давайте еще немножко оптимизации нет все-таки придется разные значения задавать ладно сейчас тогда прикинем и киним посчитаем и надо будет задать правильный запрос иначе проблему будут итак давайте посчитаем сколько нужно здесь сделать корректного запроса чтобы все это доставлялось плюс минус равномерно и чтобы у нас перекосов никаких не было предлагаю сделать следующее по рецепту мы понимаем то что в каждом рецепте требуется две оперативки один процессор одна пустая карта памяти и один пакет определенного типа пакетов здесь меня требуется 1 2 3 4 5 6 разных типов пакетов я сейчас зайду в задачи добавлю новую задачу но буду это использовать как некий некую записную книжку вот мне здесь потребуется шесть разных пакетов поэтому я пишу 6x немножко математики прибавить требуется о пустой карте на каждый из заводов то есть сюда из сюда x плюс 5x дальше x сюда плюс что там на следующий следующий ресурс тоже 5x идет и зеленых схем оперативки их 10x будет потому что их нужно по 2 на каждый завод 10x мы получаем на такое уравнение и его можно легко посчитать получится 26x при этом эти 26x у нас должны быть равны 150 тысячам 150 тысяч . поставлю что про заряд удобнее делять было делаем 1 сохраняем задачу чтобы она никуда не вылетела записной книжки нет поэтому буду вот этим пользоваться при расчетах посчитали примерно такое уравнение теперь нужно удостовериться что каждый слот у нас имеет стак в 200 я думаю что интегральная схема точно также имеется так в 200 я не уверен но нужно убедиться 200 сиди дурак на месте так лучше посмотреть наверно тут блин капец как не узнать сколько в стаке в интегральных схем наверняка есть способ проще чем просто туда бежать и смотреть но мы не ищем легких путей я хочу просто убедиться то что все стаки равномерны чтобы уравнение у нас никакого перекоса не имел до стаки по 200 и того у нас получать блин вот нужно редактировать что взять нажил 26x на 150 теперь мы можем легко посчитать сколько у нас будет равен 1x ваш меня пояс не задавил то есть нам нужно поделить 150 тысяч на 26 мы узнаем количество икса сделать это можно очень легко заходим сюда тут есть калькулятор 150 тысяч хотя можно было через консоль делим на 26 получаем количество адекватного запроса 5769 ну пускай будет 5765 и 1765 это нужно запомнить 5765 надеюсь я ничего не перепутал и теперь нужно каждое значение до этого запроса увеличить и того получаем банки давайте по-русски сделаем банки 5765 умножить на 6 на 6 это у нас будет блин калькулятор интересно можно вывести отдельно отлично так и еще и фокус ввода сохраняется 5765 умножаем на 6 получаем 34 590 и 4 590 это запрос на банки следующий запрос вот это значение мне нужно для того чтобы ты шелт адекватно выставить 34 590 следующие по 5 идут так нет 5765 умножаем на 5 получаем 28 825 28 825 я естественно все потом округлю это будет x5 ну и десятка совсем все просто 57 тысяч 650 таким образом мы получили вот такую фигню и каким образом этот пришел сделать вообще надо бы тоже коэффициент какой-то у таршолдов было бы вбивать к сожалению я это все по-человечески проконтролировать не смогу нафиг тогда все эти расчеты делал вот есть мысль потом она теряется каким-то образом невероятным и хрен его знает чувством потом делать но по крайней мере мне понятно сколько какой должен быть здесь запрос банок банок стать по 5765 каждого типа должно быть можно тогда сделать пришел в вы я просто думаю сколько метр шелта накинуть блин сложно вот собственно появилась проблема в том когда у вас слишком много ресурсов образом пришел обозначить вообще можно конечно было бы логика считать и трешел задавать зависимости от логики на каждый конкретно взятый ресурс но ресурсов тут разное количество вообще с другой стороны с другой стороны проблем так-то быть не должно если я поставлю трешелд допустим 5000 но может быть проблема то что банки неравномерно будут кончаться но они неравномерно кончаться не будут потому что они ведь не сразу на все заводы идут одна банка на завод потом ставим трешелд в 5000 и все остальное в запросе указываем столько сколько здесь указано она будет равномерно распределяться и в принципе это должно работать я надеюсь может быть может быть конечно немножко не так будет но проверим вообще по идее расчету должны именно этой давать как оперативки запрашиваем сколько тут 10 7 650 минус 57 я округлю наверное 500 вот так вот будет с 57 500 следующая этих ребят идет минус 28 500 так и пустых карт их тоже нужно минус 28 500 причем это все это все будет в оба бака но в целом должно равномерно распределяться но заодно проверим я честно конечно точно не умеет не уверен прям как соси что совсем она будет как часы работать минус 5 500 минус 0 это все нужно задать на минус пять пятьсот другому иначе не получится я собственно прочее говорил что на каждую на каждый тип данных нужно отдельный цех делать но я сейчас этим и вообще заморачиваться не хочу клонировать шесть цехов 5 вообще не хочется ну что для ракеты этого будет достаточно неправильно минус пятьсот все вроде правильно все задал и трешел ставим сколько там насчитал 5000 до пришел ставим 5000 как только 500 банок каждого типа остается сюда поедет поезд одну станцию на другую если на одной станции допустим мало осталось на другой в целом наверное должно быть побольше ну или как-то то раз параллелиться сейчас нужно будет тогда параллельно какие-то вот эти вот параллельные задачи здесь и сделать включаем станцию ну и молимся всем нашим факторским богам поехала станция поехала на оперативку и 2000 везет это 1 2 поехала на пустые карты памяти она везет 16000 ну что их тут вообще совершенно ничего не хватает хорошо это можно убрать здесь я снабжение оставил как есть тут можно потом будет если что подкрутить ну поскольку данных вывозить сейчас нужно будет в любом случае все ресурсы завести в наш цеха я принципе структуру знаю как можно распределить равномерные ресурсы уже сидел пять минут подумал а что это сейчас структуру и будем реализовывать единственное что пусть аккуратнее единственно чего я бы хотел сделать это скопировать вот с этого комбинатора на этот чтобы запрос уже параллельно у меня работал и вот с этого комбинатора на вот этот вы здесь тоже запросы работали здесь в целом два поезда на запрос должны уйти поэтому они довольно шустро должны сюда все это доставить по крайней мере если это сети находится вот нас запросами сейчас я поясню мысль каким еще не запросами с распределением ресурсов я щас поясню мысль каким образом я бы хотел это сделать и так параллельное равномерное распределение вообще смотрите какая мысль у меня есть каждый вот этот вот и квантовый компьютер требует определенный тип банок это требует даже два типа банок то есть банки по сути из одного бака из другого я бы мог подавать в некий третий бак в определенный так и из этого бака уже сдвоенное вот это значение банок потому что мне нужно равномерно отсюда отбирать и отсюда из этого бака я бы уже направлял непосредственно в квантовый компьютер у меня тут взятые мелкие сундуки вот эти но они большие называются но не мелкий на самом деле потому что мелкий вот я беру ровно по центру и поставлю один бачок ну примерно сюда допустим раз я поясню что хочу сделать второй бак ставлю точно тут же напротив компа посередине прям и третий бак ставлю вот сюда и главное чтоб да и он под железную дорогу тоже хорошо заходит дальше берем копию у нас есть некий 5 бачков то есть вот этот квантовый комп требует военный исследовательский пакет я военные пакеты могу отсюда забрать сюда и отсюда могу забрать в две линии направляем сюда эти пакеты таким образом и отсюда выводим их просто лоб и напрямую вот сюда в комп серый банк я подал аналогичную фигню делаем на каждому таком блоке я надеюсь это это все нормально сработает единственное что нужно будет вот эти вот эти сундуки наверно смещать на одну клетку потому что иначе мне будет нормально тут ресурсов так не подать но с этим чуть позже разберемся я сейчас пока базовую архитектуру делаю как как можно было бы это организовать сюда так первая часть готова да то есть серые банки и и я по сути сюда подаю теперь давайте это немножко оптимизировать этого товарища сместим в это место следующего поднимаю один блок выше и этого я подниму на один блок выше вот чтобы ленты мне друг другу не мешали это грузить замечательно запросы уже поехали завезут прям красота ну и тут можно было еще чтобы защиту от дурака сделать конечно обозначить эти банки идут серые банки здесь у нас зеленые банки здесь кстати пойдут там пойдет два типа банок поэтому сейчас нужно будет там направить серые зеленые это еще не все тут красные здесь идут тени а там желтый и фиолетовый тут идет синяя и первую вот эту фигню эту фигню но здесь надо наверное было бы вот этот сундук возможно придется два сундука сделать я просто боюсь что будут нестыковки но я на всякий случай пока что для начала сюда поставлю фиолетовый и желтый здесь сожалению фильтры нельзя в сундуке задать в этом проблема поэтому может получиться так что один тип банок забьет полностью его ну и будет проблема здесь вот это все нужно ограничить в одну клетку я вот таким образом сделал сортировку банок сейчас нужно сделать распределение ресурсов с распределением ресурсов можно взять большие бачки и точно по той же самой схеме расставить вот эти большие бачки ресурсы у меня требуется например оперативка оперативка я могу заводить вот этот бак оперативки мне если по расчетам посмотреть потребуется 30 на один завод так мне нужно 150 как минимум подавать секунду на вот эти заводов берем кратные 60 получаем 180 это три ленты по 63 лента по 60 подавать неудобно я две ленты мало поэтому я буду подавать по две ленты по 60 это будет с одного бака 2 ленты с другого бака 2 лент это будет 240 ресурсов вот а отводить буду одной лентой то есть подали каким-то таким образом чтобы понятно просто было мало и до кого еще не дошло вдруг равномерно с одного сундука из другого подаем она все будет плюс-минус одинаково распределяться здесь естественно точно точно такое же ограничение нужно поставить единственно что тут можно небольшой буферок было бы сделать и кстати в буферками можно будет еще несколько сбалансировать запросы буферок можно в количестве я не знаю можно так побольше здесь вот роли это не сыграет особо вот 4 клетки буфер на каждую распределить и выход идет на каждый из вот этих заводов здесь нужно 2 вывести 1 2 с этой стороны тоже 2 так сюда и сюда и один по центру идет по центру просто вывожу где-нибудь вот здесь вот я для чего две клетки оставил чтобы можно было вот так легко непринужденно сюда завести здесь можно сразу фильтры наладить то что здесь у нас идет рам хотя фильтра зря сюда поставил дальше остальные два типа ресурсов они они не требуют уже по 4 лента они требуют всего по 2 ленту поэтому я смело могу взять копию вот этого хозяйства с шифтом что вот это надо убрать надо было и подачи ресурсов лишнего брать нет верхняя оставлю вот это уберу идет сюда блин тут идет вот так рыбак но и тут тоже самое проще наверно так вот сделать убрать блин надо было на исходном чертеже поправить это все все идет третий баг здесь у нас что там идет процессор нас два на поменять просто фильтр на процесс и 4 что у вас такое от подождите и я по моему накосячил и не то запросе указал я указал вместо процессора блин я указал интеграл кежевный крот сколько там было минус 28 а в комментах наверно уже столько понаписали мне так это исправляем но это не минус 28 500 мелочи жизни всего-то тут лишних интегралов на закидывал интегралки можно сейчас перевести вот в этот бак их отсюда заберут лишь бы меня не задавило ну накосячили ну бывает чуть-чуть не тот ресурс заказали просто подумаешь не тот ресурс ну фигня же смешно откуда они тут вообще взялись что я не понимаю так и отсюда небольшой косячок на что с кем не бывает так ладно это выкидываем и здесь нужно уже вот этих товарищей поставить ну и ужаса что хоть сюда едет тут наверно процессор уже поехали нет все еще оперативку навести не могут наконец-то поехали процессоры я надеюсь из этих процессоров переполнение не будет в бачке хотя сейчас наверно уже ресурс все очистятся эту я отсюда увезу как возможность будет ну shit happens это по-русски называется если говорить американским к языком хорошо косяк отловили тогда поправить сейчас здесь здесь у нас процессоры здесь процессоры идут в это место скопируем ответе а если бы я не ставил эти фильтры я бы этот момент пропустила потом бы чесала репута чё за фигня почему здесь столько микросхем как вообще этот геморрой мне сейчас разгребать так и в конце стая карта память все-таки контролировать нужно фильтры лишняя проверка защита от дурака это называется сюда сюда да сюда и сюда так все готово и еще одна лента пустая останется из нее можно будет уже готово продукт забирать так что навезли здесь болен не до сих пор смешно просто такие детские тупые ошибки не тот запрос сделаешь и все и просто все поплыло здесь я надеюсь уже всего хватает то но конечно сейчас в разнобой идет просто адский разнобой ну что сюда значит нам сейчас нужно будет завести рам но я бы хотел прежде чем это все заводить сюда все таки разобраться вот с этим моментом так и сделать какой-то унифицированный шаблон по которому будет очередность соблюдаться что возможно возможно тут сейчас придется немножко бачки переиграть но вот вот здесь вот эта вторая первая вторая нет даже нас третья с края получается здесь у нас заходит банк да и пернем раз здесь заходит банка когда вот этого товарища нужно будет по-любому двинуть значит тут у нас структура нарушается она будет некрасиво выговорил дальше красоте обо всей об этой ранее значит идет вот с этого бачка то есть заводим сюда и и сюда делаем сразу поворот тут придется вручную собирать здесь она идет вот так и здесь она идет вот так все карты вроде распределили в принципе можно и даже подавать уже будет когда все остальное будет понятно чтобы мне понимать где свободные линии пойдут и где смогу подавать ресурс целом вот эти все промежутки я могу подавать ресурс сверху и не мешать никому не будут то есть примеру сюда у нас должны идти оперативки я их могу вот отсюда подавать а здесь не столб мешают столкну почему а столб здесь по структуре стоит когда выше поднять на одну клетку стал бы не мешали и фильтрами задать вот так теперь одно пойдет вот сюда второе точно так же только вот здесь пойдет на одну клетку дальше покуха паровоз задаешь меня сейчас это должен быть вот так и заходить вниз окно здесь а пока подключать не хочу и на эту яран оставил вот ну что все же хотелось начале структуру какую-то обрисовать получается у нас сюда заводится отсюда они пойдут и заводится они будут лучше заводить здесь вообще в самую крайнюю наверно правую что вот эти две я хотел бы оставить под банки так сюда у нас идет что и вот этот блок тогда сместить будет да блок я этот вырезаю и двигаю одну клетку в сторону вот так на одну клетку в сторону его двинул блин я начинаю уже запутываться первый ресурс второй ресурс банка а этот нужно тогда убрать вот крайне левый убираем и ставлю его справа все и сейчас она точно нормально я тогда не запутаюсь да так эту я подал крайне правой у нас блин а ну да здесь все нормально купить тормозит так переделываем его отсюда скопировать взять ну подземный здесь уже и так лет следующий идет через подземный сюда вот так а этот идет вот сюда распределили исключительно чтобы избавиться от макарон потом негодовал насчет того что мне макароны вот пожалуйста избавились от макарон способ без макарон вот так вот получается так здесь подается банка по моему так он идет у меня уже глазомер может подводить и сюда распределили аллилуйя так но это еще не все отсюда никак увозить да не хотят отсюда уже увезли эти интегралки можно забрать все освободились от интегралок вот эти интегралки я потом куда-нибудь применю так вот эти ребята у нас идут на третью линию и сюда и сюда вниз вниз и вот эти ребята идут на крайние линии один сюда все я так гарантированно не запутаюсь знаю что где идет второй сюда конечно смещение небольшое идет можно было бы покрасивее сделать как тут хотя здесь тоже некрасиво оставим как есть я уже ничего переделывать точно не будут сейчас она я надеюсь должно нормально все работать все распределили осталось разобраться с банками как будут банки выходить и как будет подаваться ресурс но здесь с ресурсами принципе проблем быть не должно по 2 отсюда выдается по 2 оттуда здесь с одной стороны должна с одного бака даваться другой стороны с другого бака ну допустим допустим вот этот бак будет подаваться с этой стороны можно вот так сделать а вот этот бак будет подаваться отсюда одинаково все было так и нижний подается тогда у нас точно так же сюда и вот отсюда конечно же не хватает почему так да это здесь сделаем а ты идешь сюда все подали сейчас все будет видно так как это видно с космоса тут вообще непонятно надо вот эти все значки удалять вот и так понятно что производится все типы этих эти типы данных назначение я потом поменяю тут можно было бы тоже поставить еще подземными но этого делать не буду все сейчас осталось нам подключить банки по структуре ну вот это естественно тоже подать и в целом цех можно будет запускать я надеюсь я надеюсь он уже начнет работать потому что иду так уже без сколько времени на переделку потрачено прикол в том что потом придется 5 переделал ничего не меняется нужно убрать все сейчас точно все нормально что же давайте порешаем вопрос с банками с этими банками понятно тут вроде никаких проблем быть не должно проблем и могут быть только с левой части так здесь у нас может быть имеет смысл чуть повыше нет смысла это не имеет начну с центральной тут можно принципе как есть подавать здесь нужно серая банка серую банку отсюда можно брать напрямую просто вот так выгружать и сюда загружать единственно что на фильтр обязательно поставить все серые банки подали отсюда напрямую подать мне не получится то есть отсюда мне придется в любом случае протягивать ленту всю жизнь с протянутой рукой здесь тогда придется нарушить нашу идею давай отсюда наверно заведем первую так здесь она никому не мешает и обозначаем здесь выход серые банки вот серые банки тут сделаны да предположим их пока соединять не буду здесь должны быть выходы что их тут не обозначил здесь не обозначил нет да здесь тоже не обозначил первый у нас идет рам второй у нас идет процессор процессор идет в этом месте процессор кстати я неправильно сюда направил тут только память должна идти оперативка оставляем а процессор и процессор идет здесь так а тут идет пустой пустая карта памяти процессор и да здесь все правильно процессор и пустая карта памяти наконец-то это был еще не весят это готово это же самое указываем указываем процессор и пустая карта памяти сюда сюда подключать буду сам конце теперь здесь пошли серые банки блин как мне сюда банки выводить при с этой стороны их было делать иначе будет не вывести да и тут как раз осталось мне вывода сделать на 4 банки то есть тут будет 4 выхода раз два три четыре после серых идут красные после красных зеленые зеленых синие одну банку придется еще здесь выводить тут идут фиолетовая окей одну банку дополнительно с этой стороны фиолетовая и желтые должны с одной стороны выходить слева поэтому я синюю банку поменяю на желтую а синюю банку я поставлю сюда сюда я поставлю даже наверно не синюю банку красную хотя какая разница ладно давайте поставим красным сюда поставим синие красные банки идут вот в этот бачок сейчас буду тогда по порядку все это заводить потому что иначе можно просто очень легко ошибиться и немножко переделывать конструктивно вот это все как тебя сюда красная банка выходит у нас у меня кстати подземные конвейеры под заканчиваются надо бы наверное забрать нет тут их нету придется на базах я цех по-любому сейчас хочу запустить чтобы он начал уже работать так красная банка выходит сюда и поехала вниз в этот бак ограничение тут сделано 2 красная банка идет отсюда хотя в принципе можно здесь было бы сделать и копию как бы ничто не мешает моя задача просто подать ресурс поэтому копируем и точно так же сюда и вот так внутрь внутрь все красные банки по сути подаются отсюда отсюда они распределяются прямо сюда и равномерно должны будет грузить сейчас я тогда съезжу заберу подземные конвейеры чтобы нам оставшиеся сундуки тут распределить может быть тут придется еще немножко что-то переделать но это уже совсем такие уж какие-то мелочи получается у нас и так давайте расставим остатки в принципе банки можно было бы прямо сейчас включить но делать я этого наверно не буду так здесь у нас идут зеленые пакеты так зеленый пакет нужно подать один отсюда рой сверху сверху здесь сожалению у меня больше места нет подавать зеленые пакеты поэтому один зеленый пакет будет подаваться вот отсюда он уже здесь выставлен поэтому еще менять не буду океана мешается да когда нужно дальше подавать зеленый пакет выйти он должен точнее войти он должен сюда блин слышу как и при этом не мешать остальным лентам сюда заходит с верхнего бака с этой стороны зайдет с нижнего бак должен он быть вот на этом расстоянии и уходить сюда что такое блин красная плевака налетел это не очень хорошо давайте к этому стимулу что черви непонятны здесь нужно отметить место мне что была авария потом починить сейчас я конечно этого делать не буду и позже блин отметил называется сейчас мне нужно доделать этот участок и запустить его так подали зеленые банки и зеленые банки подаем отсюда здесь зеленые банки можно сверху подать вот так фильтр на зеленые банки все это подключу когда будем готовы сюда серые банки поданы здесь у нас значит идут синие банки синяя банка ака сюда должны ведь у нас пойти желтые и фиолетовые желтые и фиолетовые лучше тоже отсюда направить вот больше здесь портов свободных нормальных нету поэтому синяя банку придется отсюда подавать здесь линии свободно вот линии вот это свободно поэтому я могу подать ее отсюда вот это место завести здесь она просто обычная лента выводится и никому мешать не будет хотя можно было дотянуть до сюда городить что-то не знаю обязательно указом синяя банка все как только я буду готов это подключать я синюю банку сюда подам смотрите фильтрация через сундуки тоже имеет некоторые сложности но выглядит это как-то более симпатично нежели куча разделителей и все такое так синюю банку подали синяя банка здесь заходит сюда не банка акс и тут сюда но осталось желтые и фиолетовые не знаю прям че с ними сделать мне наверное сделаю следующее это я отсюда беру и тут поставлю два сундука сюда бы приходить желтые банки сюда бы приходить фиолетовые банки здесь проблем то в принципе нет как она тут пойдет можно вот так вот сделать здесь я ничью территории не нарушаю это все сразу разворачиваем и подключаем собственную наши банки так желтые и тут должен быть нормально и фиолетовые и точно так же сверху желтые на желтые на идут сюда на окна я уже рассказывал дашь когда я работал на тэс у меня один коллега на которой она постоянно на говорил на вот так на что на карте что она делаешь на производственно тебя на горе на вот так на больше дает тебе знаешь такой вот так и более того работяга получаешь но сейчас не об этом на эту заведем сюда и фиолетовая банка пойдет у нас до куда она должна идти вот где-то до сюда еще давать включаем надеюсь ничего не перепутаю банки поехали заводим сюда заводим схему здесь все завели блин значит моргать будет капец я еще вывод не сделал но и я вывод пока не буду делать просто не успею все завели шарман здесь не поступает пустые карты память почему ну что в другую сторону направлено тут все вниз здесь все вниз чего не хватает понятно вниз здесь все вниз здесь все подано тут все подано принципе сейчас оно все должно быть равномерно меня здесь равномерно и тут равномерно можно для теста запустить цех посмотреть что-то все будет работать здесь хорошо тут все хорошо здесь все хорошо здесь не знаю насколько хорошо я не знаю насколько тут конечно все-то равномерно 51 9 и 6 4 9 желтых банок не хватает но это просто эта проблема просто в том что меня желтые банки медленно производится нужно будет апгрейд делать цехов что давайте заведем шарманку я пока что не делаю отключение цеха и ставить буду как есть естественно что где мне будут его поставить поставлю наверное ну в принципе можно даже прям хорошо так и поставлю под каждым цехом пока что потом можно будет поправить сейчас главное запустить чтобы она работала проверить то что все нормально это соединим вот завертелось неплохо то что надо вообще подключались до поезда явно тут не будет успевать все это поставлять потому что дикие просто количество какие-то но фишка в том что я могу поставить выключатель и достаточно быстро с максимальной эффективностью производить собственно исследовательские данные но делать это будем уже следующий раз и вывод я тоже настроить следующий раз в этом серии буду заканчивать всем большое спасибо за просмотр и до скорых встреч всем покеда